С вами компания Кистрой, руководитель проектного отдела Роман. Мы продолжаем наш экскурс в поселок Канино, Изумрудное. Мы посмотрели с вами дом хай-тек, он мне очень нравится, но в то же время мы строим другому другу, нашему заказчику. Это у нас дом в классическом стиле, причем он частично мансардный этаж. Мы сейчас по нему тоже пройдемся, посмотрим, потому что дом получился тоже практичный, хороший. На данном доме применено, что заказчик пошел правильным путем, он сразу нам сказал, что нам не надо никаких деревянных террасок, там никакой экономии. Чуть-чуть дороже выходит, но терраса сделана на основной плите здания. За счет этого мы поставили туда, уперли основную кровлю и, возможно, он даже сэкономил денежек. И потому у него на входе мы видим там высокое окно, окна в спальне, там в комнаты. У нас боковой вход, и над всем этим входом основная кровля в продолжении имеет такую террасу, крылечко, навесик, очень удобный вход. И на входе две двери, это одна дверь техническое помещение, другая дверь в помещение основного дома. Пойдемте дальше. Устройство террасы, терраса крыльца. Так как вот эти столбы у нас ничем не раскрепляются в дальнейшем, как вот, допустим, там на крыше мы можем там использовать лес свежеспиленный, то есть сырой лес, не сухой, то здесь мы такого леса не можем применять. Потому мы вот именно для этих конструкций, чтобы не появило потом древесину в дальнейшем, она должна быть изначально быть там клееной, сухой и подготовленной к строительству полностью. И такую мы, соответственно, здесь и установили, вот это сечение балки. Все вот эти балки крыльца собрали именно из таких сухих клееных балок. Для того, чтобы компенсировать различные деформации, которые возникают именно в момент загрузки здания, мы используем вот эту регулируемую опору здания. Также, смотрите, обратите внимание, в здании сделано такой узел, как утепление у нас цоколя и фундамента плиты, торца фундамента плиты, сделано заподлицо складкой. Видите, каким образом сделано? И также мы утепляем и крыльцо, хотя оно у нас, оно же у нас получается в теплой зоне, то есть оно все равно будет тепло в фундаменте, потому что это же фундаменты мелкого заложения. Соответственно, у нас тоже будет оно утеплено здесь и будет утеплено еще сверху. Потому что по-другому мы не сделаем так, чтобы у нас не промерзал грунт под плитой, потому что это на основной плите здания все стоит. Давайте пойдем дальше. Зашли мы в этот дом, видим небольшой, это скорее не прихожая, это тамбур, но в то же время здесь так рассчитано, чтобы здесь нормальный шкаф у нас становился полноценный. То есть, с одной стороны там вешалочка будет, топчанчик для того, чтобы садиться, и шкафчик у нас тоже помещается. Светлая у нас зона все равно, достаточно, мы проходим дальше, попадаем не в коридор, а попадаем в такой небольшой холл, потому что не коридор, потому что видите, он широкий, тут у нас метра восемь с шириной. Из этого помещения у нас сразу есть гостевая комната, гости приехали, там родители и так далее, и они немножко вот автономно могут жить, то есть у них вот здесь есть выход, не сильно пересекающийся, есть лесенка и есть, соответственно, сюда, если дальше пройдем, мы увидим здесь санузел, то есть вот этот санузел, в данном случае не только гостевой санузел, он будет себя совмещать и бельевую, будет стоять стиральная машиночка, душевая, раковинка, стеллаж под белье, вот такой большой, он под 5 квадратных метров, с окошечком большим квадратненьким, у нас такой будет санузел. Дальше мы проходим этот дом, и в доме мы видим, как открывается у нас такая гостиная, она у нас немного такая зонированная, для чего сделана? Здесь, видите, единая мокрая зона, и сейчас у нас выходит немножко перегородка, это у нас будет кухня, здесь встраивается кухня, здесь, возможно, будет островок, здесь у нас будет столовая, и столовая, сейчас мы увидим еще небольшая терраска на юг, тоже встроено у нас здание, а здесь у нас зона гостиная, то есть стоит диван, висит телевизор, и все зоны между собой сообщаются, они все открытые, нет никаких закрытых пространств, и в то же время они немножко зрительно отделены, то есть из кухни тоже есть большое окно, и все это вместе позволяет вечером собраться, то есть и там кто-то готовит, кто-то сидит, кто-то отдыхает, все вместе общаются, такой очень семейный дом, в данном случае этот дом у заказчика, у него двое детей, и он такой он самоподвижный, спортивный, и в то же время мы понимаем, что здесь будет просто такое семейное гнездышко, можно будет спокойно все это вечера проводить семейное. Наверху у нас все, там предусмотрено будет три комнаты, сейчас мы пройдемся туда, наверх у нас ведет хорошая лестница с железобетоном, тоже монолитная, отлитая, причем здесь мы ее отливали совместно с перекрытием, не всегда так делаем, достаточно сложный этот вариант от отливки, но пошли на это, чтобы сделать такой тоже вот вариант лестницы, наверх мы ее отлили в монолите, как заказчик нам заказал, давайте мы пойдем туда выше. Смотрите, преимущество данной лестнице, вот монолитная железобетонная лестница, и потом тут еще увиден такой балкончик, сюда немножко нависает, такой внутренний небольшой в монолите. Преимущество данной лестнице, это совсем невысокая у нас проступ, то есть она буквально 150 миллиметров. Нижняя ступень, она еще будет так закрываться, конструкция пола, в принципе мы видим, что данная лестница с забежными ступенями, но она очень удобная, давайте по ней поднимемся наверх. Вот здесь вот я хочу еще рассказать. Достаточно стандартное, но хорошее решение, это на лестнице высокое узкое окно, сильно узким его не назовешь, но то, что оно высокое, это однозначно. Данное окно, даже вот расположенное на север, освещает у нас всю нижнюю часть лестницы, всю верхнюю часть лестницы, делает лестницу безопаснее, делает лестницу красивее, и потом она очень эффектно смотрится из фасада, такое высокое узкое окно. Давайте пройдем наверх, в данном доме из таких положительных качеств у нас хорошо совмещены мокрые зоны, то есть вот здесь это будет тоже ванная комната, стояли велюксовское окно, кладовая общая, и соответственно все мокрые зоны у нас объединены, вот мы видим там вент-каналы, под ним тех помещения, все мокрые зоны сделаны до коч. Значит, наверху что мы видим? Мы видим три полноценных спальни, они все порядка 15 квадратных метров, в каждой спальне есть окно, данный дом, как мы говорим, с мансардной крышей, то есть сейчас крыша зарезана, но при этом, при всем, мы сделали таким образом, что у нас, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь блоков, то есть вот здесь вот высота, даже с учетом пирога пола, если там 5, 7, 8 сантиметров, мы планировали 7 сантиметров, на данном случае закроется, под контр-утепление у нас все равно останется тут частоте 1,80 метра, то есть даже вот у меня не сильно высокого роста, там 1,75 метра, ну, даже если при метре 8, в стандартном росте, вполне комфортно, мы можем будет использовать все помещения, хотя вот дом с мансардным этажом. Наверху мы видим балки затяжки, они же являются балками потолка, при этом высота чистого потолка у нас составит не меньше трех метров, то есть полноценный этаж, без всяких ограничений, то есть мансардная крыша имеет уже право нажать. В этом доме, значит, заказчик отдал предпочтение южной самой солнечной части своим двум детям. Комнаты детские достаточно большие сделаны, там 15-6 квадратных метров, они сделаны таким образом, что у нас вот перегородка, она такая вот, как Z-образная, и в каждой из детских эта часть используется под нишу подстроенный шкаф, то есть большой стройный шкаф, весьма эта мебель больше, там рабочий стол поставили, там диванчик, соответственно, там комодик, или как-то поставили, там плазму, PlayStation, там где там пацаны, там, ну вот, как-то так, и все там, сейчас я вожу. Вот так, и вторая детская у нас примерно похожа по решению, то есть у нас и заказчик, возможно, и правильный вариант, то есть детские отдать максимально лучшие комнаты, то есть светлые, хорошие комнаты, солнечные отдал по детски, видите, такая встроенная ниша под шкаф, большой, то есть очень практичный дом, вот дом для семьи из четырех человек, практичность тут зашкаливает, то есть все удобно, все небольшое, компактное, практичное, и в то же время далеко не маленькое. Наши конструктивные решения тоже таковы, что на чердаке будет окно освещать чердак, а в каждое из помещений есть еще люксовское окно, оно будет использоваться и для вентиляции, и для верхнего света. Давайте мы еще посмотрим на этот дом теперь с южной стороны, это вот участок у нас открывается, видите, соседний дом, который мой любимый, тоже хай-тек, тоже открывается сюда, но в этом доме, если мы видим, предусмотрена небольшая терраса, она у нас заглублена немножко в дом, она такая от ветра чуть спрятана, она освещена солнцем, и вот этот большой витраж до пола, он будет вести в гостиную этого дома. Предусмотрены большие окна, и все это дело открыто вот этому солнышку, даже зимой, даже в холод мы сейчас стоим, все равно тут классно, солнечно и хорошо. Ну, завершая сегодняшний день, наше выездное мероприятие, значит, в Анино, где мы посмотрели на два наших дома, дом в стиле хай-тек, с вау-эффектом, посмотрели на очень практичный дом, там, с мансардным этажом, два друга, два хороших заказчика, спасибо им, что заказали у нас дома, проекты, мы строим их с удовольствием, всегда с улыбкой. Приходите к нам, мы запроектируем вам тоже великолепные дома, хотите в хай-тек стиле, хотите в шатровом, в таком исполнении более классическом, там, скандинавском, приходите, с удовольствием запроектируем, подписывайтесь на наш канал, мы с удовольствием будем дальше рассказывать про эти дома, узелочки показывать, нюансы рассказывать, задавайте нам вопросы, мы в следующих видео максимально ответим на все эти вопросы, которые вы нам зададите. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»